привет сегодня я покажу как сделать красивую 3d иконку градиентного подарочка вот такого вот в принципе тот что вы увидели на превью поэтому давайте начинать собственно значит что нам надо первоначально нам надо куб который мы только что удалили создадим пока основные объекты создаем основные объекты по нашему подарочку примерно ему размер выбираем вот так будет нормально так затем нам нужно что с этим сделать нам бы неплохо задать скругление которые у нас были на самом на самом подарки поэтому мы будем использовать бэвел напоминаю то что вот это и это вот если нашу control c у вас может быть такого нет это аддон называется copy attributes так вот тут например на до такого состояния это скопировали что нам здесь нужно сделать дальше может быть усилить немножко я думать это вот так вот она будет замечательно теперь нам надо бы сделать вот эти верхние бантики их можно сделать в принципе из кубах даже можем сделать вот так выбрать два вертекса точнее два вертекса все выделяем а м by distance него здесь с зажатым шифтом немножко увеличиваем и вот тут она слишком близкие друг другу вертекса и она слип слипла не слиплись затем что затем в принципе можем добавить солиди файл и event видишь это чтобы толщина была равномерная сделаны примерно вот что-то такое бэвел с обнивижен так с этим надо сейчас будет разобраться давайте тут вот так и вот здесь нет надо будет применить тогда уже солиди файл этот чтобы получше работать с этим примерно вот вот этого нам пока что хватит затем что тем это все дело бы уменьшить слегка добавить зеркало выделил для объекта от которого мы отзаркаливаем выбрал вот эту вот верхнюю крышку примерно вот так вот хорошо что нам бы еще хотелось бы сделать если меня такое ощущение как будто бы достаточно тонким сделал тонкие именно сами вот эти вот внутренние части я вот так вот выделю внутреннюю части за скейли и вот так дальше что мы делаем я бы применил это зеркало в принципе выставил pivot point нормальный вот и развернул бы все это дело получилось у меня в принципе мне повезло будет получилось вот тут впритык так как мне надо вот но у вас может этого не быть и поэтому просто уменьшите вручную вот или же можно так сделать вот мы соединили я выделил обе части control джей нажал и слил вот эти все объекты теперь можно просто с л выделите все что нам надо изменить на индивидуал оригинс чтобы это все менялось скейлем и примерно вот до растягиваем как нам надо или как нам не надо ну вот я вот так сделаю не будет этого достаточно затем что затем надо было бы добавить вот эти вот центральные полосы я вот тут добавлю такой разрез здесь тоже добавлю разрез на control r чтобы я хотел сделать вообще в идеале я бы хотел данную иконку скам так слить в один объект но я понимаю что сейчас у меня сломаются модификаторы поэтому их просто буду применять в данном случае нам не критично чтобы это все сохраняло какую-то оптимизацию да поэтому я пока сделаю так дальше что дальше что нам нужно сделать я бы хотел скопировать этот объект и с помощью аддона bull tool нажать control плюс и он у меня соединился здесь на этом месте но я просто нажимаю apply и удаляю вот этот бокс который вот который нам там не нужен теперь хотелось бы выделить центральную грань везде тут выделили здесь она продолжилась до shift и by selection вот это уже можно удалить в принципе теперь надо нам вот здесь вот это все дело соединить что мы делаем выделяем вот эти два вертекса там один спрятан м центр м центр так надеюсь я здесь соединил я здесь тоже не соединил поэтому в режиме wireframe выделяю все на центр можно принципе экструдить немножко где-то вот так вот по сути мы повторили пока что вот эту ленточку затем что мне надо сделать надо бы прибавить ей толщины на первоначально я скопирую местоположение тут получилось некрасиво вот так вот с магнитиком это все мне получилось с это лично тут же он 3 по игреку поставим 0 вот супер теперь у нас лента это повторяет нам надо сделать его всего лишь толще солиды файл смотрите такая проблема значит рассказываю вот тут у нас в разные стороны она уходит это потому что у нас одна нормаль повернута в одну сторону 2 в другую и так далее то есть смотрим как это выглядит вообще face orientation видим то что красное это должно быть внутри но вот как мы видим то что красное есть и снаружи поэтому мы просто переходим в режим редактирования alt n для колоколейта outside все это у нас есть теперь солиды файл у нас будет работать корректно вот и он фикнес вот здесь как будто бы у нас как-то плохо но происходит вот до контрол а нажал применил все трансформирование и зашло как надо так окей двигаемся значит дальше сделаем примерно вот такую толщину вот эту проблему мы сейчас решил что нам нужно только сделать нам нужно выбрать нужную нам толщину в данный момент такой нам я думаю хватит и пока ее применим теперь что вот эту половину удаляем x verticals тут петлю по центру ставим вот это тоже удаляем просто чтобы было удобнее работать с одной часть потому что они одинаковые все можем просто это все восполнить зеркалом и поставим клиппинг затем здесь надо выделяем вот эту грань и затем шифтом вот эту нижнюю и м мерч атласт вот смотрим как она у нас тут ведет себе я бы в принципе вот это тоже вниз и так дважды g нет даже смотрите включаем вот тут вот этот вот значок авто мальч и вот так тут можно просто м атласт тут у нас проблем к x verticals удалили ненужный вертикал вот в принципе больше проблем таких нет теперь чтобы что было бы неплохо сделать выключил вот это было чтобы неплохо 6 мув и в нормал с авто смув поставить авто смув и добавить бэвола несколько итераций поможет ли нам с объявишь на этом вопросе помог но тут у нас вот такая проблемка нам надо еще будет решить мы просто вот этот дважды g да вот тут сделаем дополнительные петли вот так и в принципе да в принципе так подойдет но конечно мы сломали бэвол это плохо сломали бэвол в принципе я полагаю что он у нас и будет ломаться если мы будем пытаться добавлять петли поэтому наверное пока что пока что мы наверное даже 100 оставим вот так вот так это у меня так что наушники отключить судя по всему значит что мы делаем дальше что мы делаем дальше в принципе вот этого добра нам хватит мы возьмем шифт д это сет 90 и смотрим то что у нас в принципе уже вот эти петли есть не тоже нет смотрите мы же забыли взять их растянуть так надо поширение значит тянем 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 вот по ширине вот этих вот петель теперь шифт 90 теперь нас это устраивает и осталось только вверх при понять вот эти вещи так в принципе вот следующим образом будет хорошо тут то что надо может быть его немножко вверх вот и сама значит коробочка у нас готова на это не обращаем внимание в принципе если надо это убрать то мы можем просто слегка вниз то опустить вот что мне было перекрытие но у меня пока это мне пока это не надо поэтому я этого делать не буду что нам нужно дальше нам нужно это все объединить в объект в 1 если мы хотим чтобы градиент шоу равномерно по всему объекту так продолжаем значит было бы неплохо применить все модификаторы опять же таки в обычной ситуации я бы этого не делал но в этом уроке хочу это использовать просто применяю все не в модификатор и чтобы они не ломались если что потом тут в принципе у нас уже все готово теперь что мы делаем выделяем по чуть-чуть джей вроде как вроде как все на месте да вроде как никаких проблем я не вижу окей делаем значит основной нашу сцену plane где-то вот так бы я сделал почему-то модификатор отключается непонятно почему не модификатора аддона хотя вроде как работает достаточно просто но все равно ломается ладно переходим в ортографический вид и выбираем местоположение наверное вот я бы выбрал вот такое rz45 хорошо камера отодвинем будет вот так вот 1600 поставлено 1200 cycles гпу denoising сразу color management поставлю high contrast теперь было бы неплохо добавить освещение материалы принципе можем этим и заняться color ramp подключаем градиент текстур подключаем control t на градиент текстур здесь я бы поставил easing easing мне больше нравится как градиент расходится вместе с ним по игреку 90 смотрим нас вот такая растяжка устраивает поэтому осталось подключить цвет но прежде этого перед этим я добавлю нотах ю сатурэйшен по середине чтобы иметь возможность сделать более насыщенным ну и выставлю основной цвет но мы так вот один во второй будет который будет вот таким вот затем равна с я бы наверно до 04 опустил металлик до 01 поднял бы в целом это практически все настройки для данного материала больше ничего такого тут нет смотрим рендер ничего не видно понятное дело добавим солнце покрутим его так я думаю да вот такой степени только тень нам не нужно и солнцу сделаем силу где-то в 4000 4 может даже много встали троечку так троечку поставил сатурэйшен немножко вытяну до 0105 наверное выберу немножечко другой цвет примерно вот такой вот то думаю такой вот подойдет затем надо добавить какие-то легкие источники света вокруг чтобы добавить дополнительные акценты поближе вот так вот туда поближе сделаю добавлю area light вот в этом моменте может сделаю его посильнее до 15 затем я бы хотел продублировать этот area light уменьшить его на вот этот уголок и сделаю его диском силу конечно же уменьшить там до 4 может быть немножко подрустилов окей 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 затем здесь с этой стороны нам добавить цвет area я думаю где-то так 90 rz 40 минус 45 даже вот так вот покрутим силу бы я увеличил до 30 такую подсветку мы конечно получили она немного мешает нам стенями я вот только что вспомнил что надо тени для солнца сделайте более мягкими поэтому поставлю здесь 30 в angle окей все это есть это есть это хорошо что можно сделать еще можно в принципе немножко подсветить эту сторону совсем немного 90 мало давайте вот так вот но тут бы я бы может сделал силу на 20 может бы выбрал бы какой-то вот такой цвет чтобы было интересней да уже намного приятнее на взгляд разнообразилась немного картинка затем 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 надо создать отблик на вот этих гранях чтобы сохранить весь объем который мы сделали смотрим чуть поближе его чтобы интенсивность была мощней мощней может быть растянуть стоит но в принципе красиво красиво что мы делаем дальше дальше нам надо добавить последний блик с этой стороны для этого мы просто скопируем вот этот вот area light поставим его сюда но я понимаю то что тут разные будет блики потому что тут разные геометрии поэтому придется сделать два area light 1 скопируем под низ 2 иногда приходится вот такие вот вещи проделывать чтобы добиться максимально идеального финального результата смотрим что у нас есть очень сильные блики даже 5 это много поставила единичку и пока что здесь единичка тоже нам подойдет может быть даже это будет слишком сильно я бы вот так вот сделал под развернул чтобы сделать более плавный переход для этого блика он там не зарезается а ну-ка плоховато вот здесь получилось сюда тянем должно получиться то что надо ну-ка слабовато вот здесь подсвечивает поэтому я бы поставил два может даже два это было бы слишком много может один или четыре в принципе в принципе да в принципе да а тут наоборот малость уменьшить где-то до такого вот состояния вот так мне больше нравится да что теперь теперь мы посмотрим на общий результат у нас получился и в принципе что нам осталось до делать все таки эти блики какие-то мне неорганичные не не кажутся а все таки еще слабее тут ну вот так вот ну-ка короче пока что я думаю вот на этом можно будет остановиться с этими бликами и я бы сделал что еще я бы тут поигрался с кривыми однозначно я думаю где-то вот здесь так здесь у нас вот так хорошо осталось фон фон сделать более светлым убираем ему сразу белый цвет и я бы его наверное подсветил потому что что то не подсказывает что не будет он прям таким белым какой не надо поэтому возьму и растяну это все дело силу здесь до сотни там увеличу например вот примерно вот следующим образом смотрим 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 может быть немножко металлика в принципе не не надо металлик подавать я думаю пока что будет этого достаточно и будем уже на рендере смотреть то что у нас получилось поэтому я проверяю проверяю еще раз все ли я здесь выставил так как мне это надо и что делаю и отправляю это все на рендер и так давайте же посмотрим что у нас вышло мне результат очень нравится я рад то что у нас получилось сделать вот подобную я бы сказал миленькую иконку поэтому на этом наверное хотел бы закончить конечно вы можете здесь сделать ее там не по насыщению например или же цвета поставить какие вам угодно то есть для этого всего достаточно будет если мы всего лишь здесь например насыщенность подымем это за это отвечает saturation и например выберем любой другой цвет который нам может подойти например поставим синий а вот здесь вот подобный например подобный яркий цвет и в целом я бы не сказал что стало что-то слишком хуже если вы будете использовать какие-то свои градиенты вот вы также можете увеличивать интенсивность местами света добавить какие-то свои акценты если это другие модели вот потому что они везде подойдет одна и та же схема вот вот на этом у меня пока что все спасибо большое за внимание всем пока спасибо 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 спасибо